Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. К автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения в обществе отношение двоякое. Водители, разумеется, жалуются на погрешности, пешеходам кажется, что особого эффекта это не дает. О том, как дело обстоит на самом деле, говорим с нашим гостем Владимиром Вахтиным. Давайте мы начнем с количества. Сколько сейчас средств фото- и видеофиксации вообще есть на дорогах? Ну, в Рязанской области используются сотрудники госавтоинспекции 51 передвижной комплекс фото- и видеофиксации. Это используются такие приборы, как КРИСП и АРЕНА. Также имеется три рубежа контроля. Стационарный в Аккорд в городе Рязани, а также на северном обходе это комплекс «Автодория». Большинство из них автомобилисты видят? Конечно. Я имею в виду, что стационарные их всегда видно, а мобильные они используются в тех случаях, когда в те места устанавливаются, где очаги аварийности у нас. По территории Рязанской области проходит так называемая трасса федерального значения М5 Урал. Можно сказать, что вся протяженность данного участка, дороги по Рязанской области, и вся она аварийно опасна. Вот эти средства, они доказали свою эффективность? Конечно, они доказали. Очень многие сейчас за рулем, но почему-то больше люди боятся сотрудников ГАИ, что остановят, что где-то найдут нарушение. Когда видят видеокамеру, действительно тормозят. Когда видят человека переходящего, либо давят на газ, либо не реагируют вовсе. Почему это происходит? Сложилось так, что сотрудника полиции все видят и сразу себя дисциплинируют. А когда не видишь средства фотофиксации, но когда приходит тебе письмо с постановлением о том, что вам необходимо оплатить, то уже человек начинает задумываться и дисциплинировать себя на всем протяжении участка дороги. И было принято решение, чтобы дисциплинировать хотя бы как-то. Не на каждом же перекрестке мы поставим сотрудника полиции патрульный автомобиль, чтобы водитель при движении видел его и себя дисциплинировал. А чтобы он уже под зазнанием у себя принимал решение о том, что надо соблюдать правила дорожного движения. Это вы управляете источником повышенной опасности, вы отвечаете за безопасность. Как быстро приходит извещение о нарушении? После фиксации административного правонарушения камеры, фотофиксации данные, материал поступает в центр фотофиксации, где инспектора производят обработку информации, вынесение постановлений. В течение трех суток, ну у нас, я могу сказать, в течение одних суток, направляется данное постановление на почту, где уже расходятся письма адресатам. Водитель сразу приходит или он наоборот оттягивает время или делает вид, как с армией, что-то не получил ничего. Адресат получает это письмо, ему дается 10 суток с момента получения данного постановления на обжалование. Если он с этим постановлением согласен, 10 суток проходит и дается ему еще 60 суток на оплату. Предусмотрено административным кодексом административное наказание по статье 20.25. Это неуплата административного штрафа в установленный срок. Это грозит двойное увеличение суммы штрафа или административный арест или исправ работы до 50 часов. А сколько таких, кстати, кто действительно за нарушение ПДД что-то убирает? Участок школьный или что-то еще? Ну, у нас уже был прецедент, в городе Рязани уже имеются такие случаи, что были назначены исправ работы. Многие пытаются сейчас уйти от ответственности, там, я не получал эти письма, еще что-то. Разъяснение Верховного суда, плену Верховного суда, там написано, что гражданин, проживающий, прописан по адресу, он обязан получать свою корреспонденцию по месту своей регистрации. Посмотреть в интернете сейчас можно, свои долги, может быть, там с фотографией прямо что-то есть? Да, на интернет-сайте можно посмотреть, в ГИБДД зайти, мои штрафы, внести туда определенную информацию, свидетельство о регистрации там или номер машины, и вам будет предоставлено, где вы нарушили. И сумма, да, номер постановления, все. Фотографии сейчас невозможно посмотреть, ввиду того, что большое количество. У меня к вам вот такой вопрос, не знаю, правда, по адресу, или вот, например, на трассе М-5 в сторону Кириц, там есть макеты машин патрульных, вот это для чего делается? Чтобы немножко притормозили? Ну да, мы говорили о том, что на каждом участке дороги мы не сможем поставить личный состав и патрульные автомобили. Вот используем такие вот средства, да, это макеты патрульных автомобилей. В соседних регионах, в других, вы, наверное, тоже видели на многих сайтах, там появились макеты детей. Вот представьте ситуацию, зима, если идет снег, ребенок с цветами, который якобы вышел на 1 сентября, мне кажется, вот тут можно сработать по-другому, автомобиль может полететь. Тут может быть, но мы... У нас такого нет пока? У нас еще пока такого нету, ну не знаю, будет ли приниматься это решение. Ну вы тоже согласны с тем, что вот это не совсем верный шаг? Ну тут надо всегда выходить с двух сторон, смотреть, как это. Да, это дисциплинирует, чтобы реакция была у водителя, но тут же еще водитель, он управляет источником повышенной опасности, автомобилем. Груда железа, она не останавливается, как лошадь, раз и все. Он должен ввести транспортные средства с такой скоростью, чтобы он смог затормозить, осуществить маневры. Какие-то еще средства влияния на таких водителей, нарушающих правила дорожного движения, появятся в ближайшее время? Правительством Рязанской области принято решение о использовании государственного частного партнерства. Подписано соглашение конституционное, где будет в этом году и в 2015 будет произведено развитие средств фотофиксации в Рязанской области. Будет установлено более 78 рубежей контроля, это будет стационарный, а также 16 весовых контроль, автоматической фиксации стартивных правонарушений по всей Рязанской области, как в городе, так и по области. У нас очень много приезжих, очень много, и, как правило, работают они часто водителями именно. Часто ли они нарушают правила дорожного движения? Есть ли какие-то проблемы с тем, чтобы послать на их адрес извещение о нарушении, если они прописаны совершенно в другом месте? Ну, все регистрируются по данному, например, адресу где-то. Административные нарушения идут в их адрес. Но тут еще надо учесть такой нюанс о том, что фиксируется административное правонарушение, фиксируется транспортное средство. И уже владельцу транспортного средства идет административное наказание, но не водителю. Владелец будет платить, а уже владелец, уже своими, как бы, вправе при получении административного материала вот этого, ему дается 10 суток на обжалование. Он может подать заявление, жалобу в органы госавтоинспекции о том, чтобы отменить в отношении него данное постановление, а назначить административное рассмотрение в отношении другого водителя данного транспортного средства. Ну, надо будет учесть, что он обязан доказать свою невиновность. Мое мнение, разумеется, абсолютно субъективное, что сейчас автошколы не очень качественно готовят водителей. У меня масса знакомых, которые действительно не видят знаки дорожного движения. Им вот есть знак и есть. То есть они реагируют на ситуацию, как едет поток. Вы согласны отчасти с тем, что нужно как-то присматривать из-за работы автошколы? Может быть, их слишком много, и они в борьбе за своих учеников позволяют себе какое-то попустительство? Ну, это все человеческий фактор. Мы вот едем в потоке, мы привыкли, каждое утро мы едем в одном направлении, каждый вечер мы возвращаемся как бы с работы, да. И мы уже не смотрим на эти знаки, ничего. Мы как идем в потоке, знаем, что у нас здесь, здесь. Первый снежок показал, что не все готовы к зиме. Что бы вы им пожелали, может быть, какое-то напутствие? Ну, есть хорошая пословица, да, готовь сани летом, телевую зимой. Лучше сейчас подготовиться к зиме заранее, чтобы потом не стоять в очередях на этот шиномонтаж и еще что-то. И быть более внимательным, потому что наступает зима, это те условия, в которых нужно быть более внимательным. Я надеюсь, что наши с вами советы услышаны телезрителями. Это была программа подробностей. Не нарушайте правила дорожного движения, и спорных вопросов будет гораздо меньше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова